Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Здравствуйте, действительно, программа «Особое мнение». Я Дарья Пищикова и со своим особым мнением в этой студии журналист Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим Леонардович. Здравствуйте, Дарья. С Турции начнем, давайте, пожалуй. Взрыв в Анкаре. Как Вы относитесь к заявлениям, которые звучат после этого взрыва со стороны руководства турецкого, со стороны курдов, которых обвиняют? Я, честно говоря, со взрывами вообще, со многими террористическими актами, это, конечно, страшная трагедия. Очень жалко тех, кто погибает, но остается вопрос. Они как-то всегда совершаются вне интересов тех организаций, которые потом возлагают на них ответственность. Допустим, вот курдам выгодно производить сейчас взрывы в Анкаре, который дает политический повод турецкой армии вторгнуться на территории Сирии и Ирака для боевой операции полномасштабной, на территории, которую контролируют демократические, там, союз, по-моему, да? Ну, в общем, курдские, вот антитурецкие организации. Ну, конечно, невыгодно. Но именно вот то, что им невыгодно, вот они делают, понимаете? Вот очень часто происходят какие-то такие странные теракты, которые идут не в интересах террористов, а против их интересов, но в интересах тех государств, на территории которых теракты, условно говоря, производятся. Я ничего не могу сказать. Вот какие-то психопаты в Париже расстреляли эти кафе, да? Но ИГИЛ – это выгодно. Выгодно ИГИЛ, чтобы Франция присоединилась к войне и начала бомбить исламское государство, запрещенное в России террористическую организацию? Мне кажется, не очень было выгодно. Но почему-то вот именно вопреки своим прямым интересам они всегда это совершают. Правда, удивительная какая-то вещь, которая парадоксальна была. Но если мы возвращаемся к парижской истории, вы помните видеокадры, которые появились гораздо позже после этих терактов, где мы видели тех самых террористов в лагерях? Появляются видеокадры, появляются какие-то, значит, появляются там объяснения, разъяснения, судебные дела. Но факт остается фактом. Вот как бы поджог Рейхстага привел к власти нацистов. Понимаете, Гляевец позволил им напасть нам, значит, раздать войну тогда, значит, с этой самой, с Францией, да, с Польшей, извиняюсь. Значит, вот в данном случае вот этот вот теракт, он открывает туркам просто ворота для вторжения в Ирак и в Сирию. Зачем это было взрывать этим курдам? Или мы предположим, что террористы, это какие-то такие совсем уже лишенные какого-либо политического взгляда и политического понимания сумасшедшие, которым лишь бы что-нибудь взорвать. А зачем взорвать? Как взорвать? Какие последствия будут? Ну, вот если вот мы предположим, что они взрывают просто лишь бы взорвать, то да, они сумасшедшие. Если же мы предположим хоть на какую-то долю процента, что это организация, которая имеет какую-то свою политическую программу, тогда в чем выгода для курдов взрывать в Анкаре бомбу? Хорошо, а к чему вы ведете? Кто тогда может за этим стоять? Я не знаю. Я просто задаю вопрос, в чем выгода курдов проводить этот теракт в Анкаре? Вот кто-нибудь мне объяснит хоть одну микроскопическую выгоду курдов, кроме того, что мы предположим, ну, естественно, те, кто против курдов, предположат, что они абсолютные сумасшедшие психопаты, которым лишь бы взорвать где угодно что-нибудь, лишь бы вот как бы потом сказать и ес, мы взорвали. Ну, как, например, считает Деутаглу, что это просто террор? Ну, да, как говорится. А точно так же кто-то считает про кого-то другого, понимает, что кто-то взорвал что-то такое. Какой открытый террор? Вот зачем? Зачем это? Зачем этот террор? Зачем давать поводы для... Запугать Турцию, чтобы она не бомбила... Запугать Турцию. Это не запугать Турцию, это дать Турции входной билет на вторжение в Ирак и в Сирию. Вот что этот теракт означает. А это не может быть какой-то такой многоходовочкой как раз в той ситуации, когда никто не может подумать, что это сирийские курды, потому что им невыгодно, они это делают, чтобы у себя... Ну, как, ты не можешь подумать, когда об этом кричит и давит Аглу, и все остальные кричат, сирийские курды. Вот так вот... Ну, вы не один, кто считает, что это нелогично с их стороны. Ну, я вообще считаю, что многие теракты последних, там, не знаю, десятилетий, это крайне нелогичная вещь, особенно последних 20 лет, понимаете, в разных странах. Они, как говорится, действуют не в интересах террористов, а, еще раз подчеркну, против их интересов политических. Или террористы, допустим, настолько эмансипированы от, допустим, задач, целей курдского народа и борьбы курдского народа, что они действуют вообще в своих, как бы, целях. Может, у них тоже такая парадоксальная задача. Вот пусть турки вторгнутся, допустим, в Курдистан, убьют побольше курдов, и тогда курды, озлобленные, присоединятся к нашей борьбе, в наши ряды вольются еще больше бойцов. Такая логика мне, по крайней мере, ее можно как-то представить себе, такую террористическую логику. Слушайте, а вообще это движение сирийских курдов, насколько оно едино? Не может ли быть какое-то крыло отдельное, которое за такие действия, например, не согласовываясь с остальными, производит взрывы? Я вообще считаю, что практически все теракты современного мира так или иначе инспирированы теми или иными спецслужбами. Практически все. Я не верю, что какая-либо группа террористов, может, в современном мире, напичканным камерами, суперкомпьютерами, которые прослушивают телефонные сети, ватсапы, телеграммы и все остальное просматривают насквозь, которые фиксируют по словам, по кодовым каким-то понятиям, по чему-то еще. В мире, в котором человек не может перемещаться, не будучи замеченным, если у него только нет с собой пачки наличности большой там. Это очень сложно. Купить взрывчатку, загрузить ее в машину, купить оружие, доставить куда-то. Что этот человек действует без какой-либо контроля со стороны каких-либо спецслужб, которые что-либо где-то, но держат какую-то руку на каком-то пульсе. Это, собственно говоря, схема народовольцев, не народовольцев, а российских эсеров. Она повторяется всегда и практически во всех организациях подобного рода. Выясняется, что руководитель боевой организации, очень крутой революционер, оказывается агентом охранки, каким был Евнуазев. И что, оказывается, убивал он великого князя Сергея, посылал Каляева, непросто. То есть, с одной стороны, как бы правой рукой посылал, как революционер, боровшийся с тиранией, а левой рукой посылал, как агент полковника, по-моему, жандарма Фрачковского, который сводил счеты между жандармами царского села, была конкуренция, и жандармами, по-моему, Москвы. Ну, пусть меня простят историки, там, в общем, какая-то была коллизия, подробно описанная, что это была борьба разных там служб жандармских. И вот на стыке этих служб, одна служба использовала, чтобы скомпрометировать другую службу, Евнуазефа, который был агентом вот этой самой службы, одновременно революционером, одновременно террористом, организовала один из крупнейших терактов в истории России. Хорошо, давайте вернемся к ныне. Я думаю, что эта модель, она воспроизводится постоянно и постоянно, и постоянно. Какие спецслужбы могли отправить смертника для этого службы? Понятия не имею. Я что, имею доступ? Я имею доступ, что ли? Ваши предположения. Я не знаю, какие спецслужбы. Можете ли вы допустить, что турецкие власти стоят за произошедшим? Конечно. Зачем? Ну, потому что, чтобы... Чтобы оправдать дальнейшее введение войск. Чтобы вторгнуться полномасштабное, осуществить полномасштабное вторжение на курдские территории в Ирак и Сирию. То есть, такая маленькая ритуальная жертва. Убить 20-30 граждан. Ну, я считаю, что просто современные элиты правящие, очень циничные такие и отмороженные люди, для которых власть самодостаточная, и что они готовы на многие такие вещи, чтобы оправдать какие-то большие ходы в большой стратегической игре. Действительно, турки не имеют пока повода формального для вторжения. А вторгнуться им очень хочется. Они не могут вторгнуться воюя с Россией, поскольку НАТО им это не позволяет. Оно их держит просто за ошейник Эрдогана. НАТО и говорит, вы, турки, если бы вы сами по себе, мы бы еще посмотрели. Может, мы и позволили бы вам повоевать в Латакии с базой Хмеймим, позбивать российские самолеты. Но немцы, англичане и французы не горят желанием воевать с Россией. Там литовцы рвутся в бой. Ну, как-то они так в меньшинстве. Их два батальона, которые они выставляют, тут вопросы не решат на Европейском театре действий. Поэтому НАТО европейская, скорее всего, с Россией воевать не хочет. А Турции выхода нет. Они теряют позиции в Сирии. Их подразделения терпят поражение. Они находятся под ударами, постоянными бомбами российской авиации. Ну, а тут, как говорится, курдский теракт – это шикарный повод для вторжения. Это вроде и не с Россией воюешь. Вроде как с международным терроризмом. И вроде еще не с каким-то терроризмом, с которым имеешь финансовые и нефтяные дела, как с ИГИЛ. А с каким-то еще вот со старым врагом, с курдами. Максим Ильич, давайте сейчас прервемся ненадолго и вернемся через несколько минут. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Со своим особым мнением журналист Максим Шевченко. Максим Ильич, хотелось бы еще по поводу таких турецких, сирийских вопросов. Совсем недавно Ангела Меркель поддержала, по сути, Турцию, предложив бесполетную зону на севере Сирии. В Сирии уже говорят, что, естественно, это провокация. Такие заявления – это неприемлемо. Это вообще прямая поддержка террористов. Ну, конечно, смешно, честно говоря. Я, значит, поддержала Турцию, предложила бесполетную зону. Так Турция что же предлагала? Ну, там летают на севере Сирии только российские бомбардировщики. Поэтому, собственно говоря, давайте так. Ангела Меркель предложила запретить российским бомбардировщикам летать на севере Сирии. Это так вот называется. Давайте так формулировать. Потому что, кроме России, там никто не летает. Ни Турция не летает, ни кто остальный. И когда турки залетают, они знают, что их могут сбить. Так же, как они сбили. Теперь они туда не залетают. Поэтому, собственно говоря, Ангела Меркель хочет спасти те подразделения повстанцев, которые опираются на турецкую армию, на турецкие коммуникации и защищают свои территории вдоль сирийско-турецкой границы. А почему не поддерживают Штаты, например? Уже заявили, что оставляют свою позицию прежней, а до этого тоже говорили, что это не самый лучший выход создавать там бесполетную зону. В смысле? Что? Какую позицию? Не поддерживают Штаты Меркель. Ну, потому что американцам сейчас вообще не до какой-то Сирии. У них там прайпери начались. У них Хиллари проигрывает 36% по-моему проиграла, если мне не изменяет память в Нью-Гэмшире. Ну, там серьезно. 36% Сандерсу, левому, почти коммунисту, понимаете, который выступал против Израиля, когда в молодости был леваком, там, троцкистом. А этот самый Трамп тоже, понимаете, делает там на республиканцев. Ну, слушайте, еще впереди сколько... В Штатах, какая разница, Нью-Гэмшир, это некий показательный Штат. Ну, в Айове зато наоборот был. 10 президентов, которые выиграли праймерис, 10 человек, которые выиграли праймерис в Нью-Гэмшире, потом, по крайней мере, выходили в финал от своей партии. В Айове же наоборот было. Но все равно, американцам сейчас вообще не до чего. Если сейчас марсиане высадятся в Африке и предложат, скажут, мы завоюем человечество, они все равно будут только обращать на внутреннюю... То есть, они взяли такую паузу, им вообще... Ну, абсолютно. До ноября сейчас у всего мира, как говорится, гуляй рвани, ну, понимаете, свадьба в Малиновке такая, делай, что хочешь. Вот такой шумок сейчас и займется своими делами. Вот у всех, и у России в том числе, время до ноября. До избрания нового президента. Когда изберется новый президент гиперимперии, который контролирует мировые финансы, мировое оружие, мировую связь, мировой интернет, там, не знаю. Там имеет авианосные ударные флоты во всех морях и океанах мира и все такое прочее, которые обладают бомбардировщиками и истребителями беспрепятственно, способным нанести удар по любой точке земного шара и беспрепятственно улететь. И никакие С-14, там, С-400, я думаю, им не воспрепятствуют. Там, где-нибудь, Б-2 или Ф-22 сделать все это. Вот выборы в этой империи, это самое главное. Пока эта империя занята внутренней политикой и пытается остановить левого Сандерса и популиста, значит, этого самого Трампа, весь мир, говорю, свадьба в Малиновке. Гуляй, что хочешь, делай, что хочешь, решай свои проблемы региональные, вторгайся, куда хочешь. Сейчас американцы будут говорить там... Нет, ну, постойте, сейчас Турция официально ведет сухопутный... Американцы выразят сожаление, но будут заниматься выборами в Кентукки, поверьте мне. Они выразят, мы сожалеем там, что вот, к сожалению, пришлось, так сказать, мы очень... А если это приводит к тому, что Россия и Турция... Кончается второй срок Обамы. Значит, в Госдепе все чиновники, которые сидят в Госдепе, они думают о том, чем они будут заниматься после. Или как им остаться, если победит Хиллари. Если приходит... Ну, то есть, не Хиллари, то есть, если Сандерс приходит, он меняет всех, увольняет. Всех, кто работал там, это же понятно. Значит, если побеждает Хиллари, гипотетически, они думают, как им остаться. Значит, те, кто сидит, думают, если придет Трамп, они вообще ничего не понимают. Если придет Трамп, кто там будет работать? И какая будет концепция? И что там будет? Будем ли мы дружить с Путиным? Трамп обещал дружить. Там воевать, там, не знаю, там... Ну, я в общем, никто ничего не знает. Вы просто поставьте себя сейчас на месте чиновника Госдепа. Поэтому им сейчас какая международная политика? Они сейчас тихонечко пишут записки и думают, как бы им перебраться в Рент, или в Массачусетс, или в какой-нибудь Стэнфорд, или в Колумбии, в Юниверсити, понимаете, куда-то еще. Какое-то такое хорошее, крепкое, надежное место, где они будут читать лекции о международной политике. Уверен, это хорошие лекции будут, потому что это хорошие специалисты, которые проводят достаточно успешную политику. Американская политика успешна. Это безусловно. Но, по крайней мере, сейчас вот точно можно делать чего угодно. А мы как-то с вами про штаты вообще не говорили, я сейчас поняла. У вас есть какие-то предположения, кто будет... Какие предположения? Мы все в интервью. Нью-Гэмпшир – это просто, как говорится, супер. Это интересно. Нет, но все-таки... Крайне левый. Вы ориентируетесь на результаты Нью-Гэмпшир. Человек в Америке выходит, в Америке лидирует в праймерис человек, который говорит, что социализм – это хорошо. Это вообще никогда в Америке не было. Никогда в ее истории. Да и Трамп тоже довольно своеобразный. Нет, ну почему? Трамп – это бывало, понимаете. Трамп – это герой. Даже вот в фильме «Адвокат дьявола», я помню, в Великом, с этим самым, значит, с Аль Пачино и с Киану Ривсом, там какая-то вечеринка идет, и там говорят, а где Трамп там? Ну, Трамп, как всегда, с блондинками. Даже там. Это в 90-е годы уже тогда как бы Трамп. Поэтому Трамп, он давний герой американских анекдотов, американской политики. Трамп – фигура понятна, а Сандерс – это фигура абсолютно для Америки новая. Такое сильное поливение демократическое – это вообще такой шок. А откуда такое поливение? Из Калифорнии и из Нью-Йорка. Чего тут гадать? Нет, ну я не территориально имею в виду. Территориально – это Гарвард, территориально поливение идет из Гарварда, из Нью-Йорка и из Калифорнии. Это вот такие три точки поливения. Почему сейчас он вызывает такой интерес? Ну, потому что политика, ну, во-первых, Обама сам был левый. Я напомню, что Обама ходил в церковь этого Джерми Райта, пастора, который призывал атомную бомбу на Америку, чтобы Господь покарал Америку и в ее грехах, и Обама долго оправдывался, говорил, что ходил, да не слушал, как Билл Клинтон. Помните, он с марихуаной курил, но не затягивался. Также Обама ходил в церковь, но пробоведи не слушал. Был в таком экстазе, что не слышал, что говорил пастор Рай. Да, так аккуратненько. Как бы слушал, но не вдыхал, да? Значит, также и здесь то же самое. Просто, но Обама своей политикой социальной, конечно, поднял совершенно новые слои в политическую жизнь. Это афроамериканцы, это мексиканы-американцы, латиноамериканцы. Ну, они, наверное, как они называются в Америке? В общем, американцы латинского происхождения. Мексиканцы. Которые... Это он дал новые права мигрантам, на самом деле, легализовав их и создав совершенно новую электоральную ситуацию просто во многих штатах. И это, конечно же, вот эта вот медицинская реформа, она, видите, себя оправдывает. Но там тоже было много противоречий. Ну, противоречия были, но, по крайней мере, он создал мощную социальную базу для внутренней политики. В итоге вся американская политика решается внутри США, а не вовне США. Это только какой-то эксклюзив, типа 11 сентября или Перл-Харбор, понимаете, может перевести акцент во внешнее. Америка абсолютно самодостаточная страна, на самом деле, для подавляющего большинства ее жителей. Вам интересно наблюдать за их избирательными? Ну, конечно, интересно. Это великая страна с великим народом, с великими ценностями свободы, демократии, справедливости. Мне не нравится там господство капитала, как и Сандерсу, кстати. Мне не нравится господство бюрократии, мне не нравится империалистическая политика. То есть, вовне, а Америка вообще не соответствует тем идеалам, которые, условно говоря, существуют внутри, ну, в какой-то мере. Вовне это абсолютно такое империалистическое, циничное, хищническое государство, которое, подобно любой империи, по принципу Римской империи, делит весь мир на друзей, союзников, врагов. А Россия? Ну, я, кстати, антиимпериалист с точки зрения российской политики. Я против того, чтобы Россия воспроизводила эту модель, которую Маркс, кажется, Маркс или Энгельс, я не помню точно, но очень точно описал, что Россия позволена быть слабейшим империалистическим хищником, который позволено угнетать, истреблять и порабощать более слабые народы Евразии, но стоять на коленях перед более сильными господами мира – англосаксонским миром, европейским и так далее. Мне кажется, это унизительно и омерзительно просто вот эта вот модель. Я хотел бы, чтобы Россия ушла от нее, чтобы Россия была республикой демократической, объединяющей многие народы, дающей гражданской свободы этим народам, позволяющим народам развивать свои языки, культурные особенности. В принципе, я сторонник достаточно открытого и свободного общества. Такая красивая, к сожалению, пока только утопия от Максима Шевченко. Ну а куда делаться? Все мы живем в утопиях. Сейчас продолжим через несколько минут. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Это «Особое мнение» журналисту Максима Шевченко. Давайте дальше географически на Украину, например. Как вам происходящее там? Вот сейчас из последнего правящая коалиция в Верховной Раде фактически развалилась, поскольку еще и самопомощь вышла со скандалом из Альянса. Большинства теперь в этой коалиции нет. Что вообще там будет? Что там происходит? Ну, как решат смотрящие за Украиной, так и будет. Так-так-так. А кто смотрящие? Смотрящие на Украине – это пять человек, условно говоря. Вот те самые олигархи. Которые принадлежат. Да, там Балога, которую у вас расшифровали как Балогин. Он не Балогин, а Балога. Я не знаю. Ему принадлежит Западная Украина, Закарпатия. Значит, Руси на Венгерске эти вот места границы. Это Ахметов. Это, конечно, Коломойский. Это Порошенко. Ну, а кто пятый? Ну, а пятый – это такая совокупность, назовем, разных олигархов. Осколки Старого Мира, там, от Левочкина до, который тоже появляется в Киеве, бывший глава администрации Нуковича, до всех остальных, понимаете. Каждый понемножку имеет. Но эти вот четверо, по крайней мере, это самые крупные. А смотрящих на Западе нет? Только свои смотрящие, что ли? Нет, зачем? Им принадлежит вся Украина. Что, они, и Верховная Рада принадлежит. Принадлежит, как бы, каждый депутат. Каждый депутат имеет свою принадлежность. У каждого депутата есть человек, которого его можно вызвать и там сказать, ай-яй-яй, там, вот так вот делай, а не так делай. Я причем это, я не ругаю там кого-то и не пытаюсь разоблачить. Это вот просто так есть. Это знает каждый украинец. Это знает, ну, более-менее осадомленный о политике. Это не какая-то московская пропаганда. И сейчас на меня там набросятся, вот он там клевещет. Ну, вы же прекрасно знаете, дорогие друзья, что я не клевещу. Что это правда. Что это абсолютная правда. Что практически нету депутатов Верховной Рады, которые представляли интересы бы народа. А чья будет Юлия Владимировна? Ничья. Она, я думаю, вообще потеряла свою харизму, потеряла свое обаяние, рассорившись с Турчиновым, который был ее пиарщиком и который, собственно, был одним из авторов ее имиджа. Она сейчас резко сменила имидж, естественно. Ну, это надо спрашивать у Алексея нашего Ситникова, который тоже ее консультирует уже много лет. Понимаете, всех тоже консультируют российские пиарщики, российские политехнологи там и так далее. А я просто думаю, что без Турчинова у нее нет практически шансов подняться. Она же не сама по себе тоже была. Конечно, когда она была помоложе, она была такая яркая, сильная женщина сама по себе. Но все равно такая провинциальность, она оставляет комсомольской юности в обкоме ВЛКСМ, она, как говорится, накладывает специфический такой оттенок на мироощущение человека. И, в общем, к чему я хочу привести-то? Что, дорогие граждане Украины, которые меня слушают, я всегда выступал, выступал всегда за целостность вашей страны. Выступал всегда за... Я считал, что целостность обеспечит, например, двуязычие украинского и русского языка. Я говорил об этом еще в начале 2000-х. Так, подождите, вы что, недовольны присоединением Крым? Я не об этом говорю. Это было до войны. Я говорил, что Украине был шанс стать демократической, самой демократической страной здесь, на постсадском пространстве. Если бы были гарантированы там региональные языки русский, венгерский, румынский, крымско-татарский, где-то там, допустим, в Умане, каком-нибудь Идиш, возможно, понимаете, там или еще где-то. Не только один украинский язык. В итоге украинский народ потерпел чудовищное историческое поражение. Разве это сильно русский язык присоединяет? Во власти нет ни одного украинца этнического. Ни одного. Украинской идеей прикрываются люди, которым плевать на Украину, на украинский народ и на украинскую идею. Это чудовищное поражение, которое представляют как победу. Какие-то странные, непонятные люди. Вы слышите, всегда во время таких бунтов выезжает тот, кто просто на других людях работал. Ничего не всегда. Ради этой украинской идеи они пролили море крови, понимаете? Ну, тот, кто кровь проливал, тот-то был за идею действительно. Ну, тот, кто проливал кровь, теперь сидит, как дурак и грызет свои лимонки F1, понимаете? Не зная, в кого их кинуть. Потому что на самом деле море крови на Донбассе было пролито. С обеих сторон воевали русские, с обеих сторон воевали украинцы, с обеих сторон воевали все, а выиграли от этого только олигархи. А у вас нет ощущения, что накопится это раздражение тех самых обманутых, разочарованных, и они пойдут снова что-то менять? А у них нет политического мировоззрения. Дело в том, что политического мировоззрения у украинского политического, скажем так, у народа украинского, к сожалению, нет политического мировоззрения. Есть такой мутный национализм и есть такая революция гибности, достоинства. Что такое достоинство? Понятная вещь, когда речь идет о человеке. А конкретно, вот достоинство, чтобы меня уважали. А как вы достоинство притворите в политику? Да как угодно. Как вам политехнологи расскажут, так это и будет притворено. Это одни ощущения. Вся украинская политическая идея построена на ощущениях. Там нет ни социальных требований, ни политических реальных требований. Там есть вот ощущение, что там зрадники с Москвы и зрадники с Донбассу нас типа вот как бы ущемили, понимаете? И вот так вот хлопцы, так вот хреново, что давайте вот горилки сейчас. Вы не чувствуете, что Москва очень подыгрывает этому? Это выгодно всем. Никому не надо никакого социально-политического самосознания украинского народа. Самого, в принципе, большого и достаточно радикального народа, который существует в Восточной Европе. Надо, чтобы это было такое мутное националистическое стадо с непонятными националистическими ощущениями. С ощущением обиды, с одной стороны. С ощущением гидности, с другой стороны, там, не знаю, достоинства. С еще какими-то ощущениями. Такими управлять просто вообще, как говорится, даже пальцами шевелить не надо. Они сами побегут туда, куда им покажут по телевизору. Я лично... У них же представления тех самых управляемых сейчас не совпадают с реальностью. У них нет политической... То, на что они надеялись, оно не сбывается. В Украине нет ни одной политической силы, которая представляла бы социально-политические интересы украинского народа. Причем здесь какие-то политические интересы. Просто людям стало хуже жить. Они разве это не ощущают? Это же просто очевидно. Вы же закончили МГИМО. Вы очень образованный человек. Я это знаю. Поэтому зачем вы тут, как говорится... Что? Делаете вид, что вы не понимаете, о чем мы говорим. Я вам объясняю, что люди недовольны. Вы сами это знаете. Из социально-политических требований политика – это искусство и возможность менять историю. Политика появляется тогда, когда возникают и выдвигают требования политические партии, которые созвучны интересам народа. Сегодня интересы украинского народа находятся в сфере социальной революции, по большому счету. Но их заталкивают в националистическое болото. С одной стороны, им говорят, будем жить как в Европе. А как в Европе? Чтобы у всех были евро и чтобы были супермаркеты. Так не живут же, как в Европе. Обещают, что будут, но не живут. Но говорят, надо жить как в Европе. Кто мешает? Россия мешает жить как в Европе. Чтобы было много евро и чтобы в супермаркетах везде все было. А как еще? А в России же та же история. Нам тоже рассказывают, что в России все плохо, потому что завтра решают. В России другая история, поскольку в России нет ставки на этнонационализм. Она есть. Участие российской элиты, к сожалению. Это русская тема, русское государство. Внесем русских в конституцию. Такие безумные идеи такие существуют, которые развалят федерацию, на самом деле. Она есть. И есть лоббистские партии. Но в целом в России доминирует бюрократический, но достаточно разумный взгляд на проблему. Что мы федерация, и лучше федерацию не трогать. Понимаете? С правами народов, с языками народов, с достоинствами народов. Да, можно там где-то попытаться что-то себе урвать больше полномочий. Но в целом лучше вот то, что вот крепко стоит достаточно, а мы стоим достаточно крепко в Российской Федерации, лучше это вот не ломать. Там же ставка, к сожалению, не на федерацию, что спасло бы Украину, не просто спасло бы, а сделало бы сильным государством. Если бы они еще в 90-е годы поднялись. При доминировании украинского языка. Ладно уж. Но при незапрещении русского языка, при... А ведь русские запрещали. Да не запрещали его. Даша, вы не знаете. Почему я не знаю? Я родилась на Украине, не родственники, все живут. Где? Вам в трамвае не запрещали говорить. Когда у вас в Крыму сочинения запрещали писать на русском языке. Все говорят на русском, в школах говорят на русском. Понимаете, в быту говорят на русском люди. А сочинения пиши на украинском. Если это урок украинского языка, пиши на украинском. Сочинения выпускной на украинском языке. С какой стати люди, которые думают и говорят на русском, должны писать на чужом языке? С какой стати? Это называется украинизация. Вот если бы не было этой украинизации, а если бы политические, демократические принципы восторжествовали над принципами этнонационализма как основы государства, Украина не развалилась бы, там не было бы гражданской войны, она была бы сильным, успешным европейским государством. А в России можно было писать выпускные сочинения, когда они еще были важной составляющей экзаменов до ЕГЭ, на языке нерусском? Ну, я, кстати, это надо уточнить, по-моему, такое во многих, в некоторых регионах России, на Кавказе, например, такое, по-моему, было. Потому что, допустим, в Дагестане 14 языков государственных, по-моему, 14, пусть меня дагестанцы поправят, 14 языков. Государство финансировало выпуск газет. Человек, приходя там в ЗАГС или в суд, мог на родном языке защищаться или подавать документы на аварском, на даргинском, на рутульском, какие там еще языки, на татском, понимаете, на азербайджанском и так далее. Что было невозможно. У вас половина страны, как минимум, говорит, думает и видит сны на русском языке, а приходя в государственные учреждения, должны переходить на украинский язык. Хотя, по желанию, если бы они сделали по-другому, вот как вот в Бельгии, фламандский и французский, понимаете, все, была бы Украина. Была бы Украина сильная, свободная. Но почему это сделали? Потому что не украинцы руководили этим процессом, использовали украинский национализм, западноукраинскую энергию и неприязнь к наследию сталинизма, который существует у западноукраинцев, совершенно логичное неприятие. Потому что, ну, у них такая история, вот у, по крайней мере, двух областей там, у трех областей, у, значит, Львовской, Тернопельской и Ивано-Франковской. Ну, там даже украинский язык совершенно особый. Ну, неважно, какой он особый, по крайней мере, там было всегда такое неприятие, понимаете, в какой-то момент, ну, у какой-то части населения. Кстати, не скажу, что у всех. Потому что многие вросли в Советский Союз, многие вросли в единое пространство. Нет, ну, вы правы, они действительно во многом отвечают за вся же Донбасса, там полно живет западноукраинцев, работает, грекокатолики живут, даже там приходы грекокатолические есть у нас. И ничего, люди живут, работают, славче Господи. Поэтому, кстати, Запад особо и не поддержал эту карательную операцию против Донбасса, Запад-Украины. Они саботировали, потому что у них особого интереса не было. Проблема-то в том, что Западную Украину всегда используют для поднятия националистического фактора. Всегда их легко возбудить. А потом священники, грекокатолические, сажают в автобусы, скажут, все, поехали, защитим, там опять москали пришли, концапы пришли. Слушайте, я просто хочу уточнить, смотрите, их всегда использует кто-то, рождает идею под этой идеей, ведет людей. Не украинцы, их используют не украинцы. Сами люди, вы считаете, не в состоянии. А что Западная Украина получила от этого Майдана? Что она получила от всего этого? Ничего. Ничего. Западноукраинцев там нет во власти. Там нет никого, чьи идеи использовали. Я просто возвращаюсь к идее нового бунта. Я не хочу бунта. Я хочу, чтобы на Украине было нормальное, демократическое государство. Если оно будет нормальным государством, оно не будет враждебным России, я вас уверяю. Оно, как бы решатся многие проблемы. Опять откроются границы. Буквально 30 секунд. Как может появиться нормальное государство на Украине? Ну, в борьбе отритешь ты право свое. Я считал, всегда считал, и в 14-м году, и в 15-м говорю, что украинский народ заслуживает справедливого, социального, демократического государства. Для этого надо бороться против тех поработителей, которые сегодня поработили украинский народ. Тех самых смотрителей, о которых мы говорили. Ну, а что? Они их загнали опять в новую речь посполитую, в новую шляхту, понимаете? Новый Сидизмунд и новый Казимир. И поставил сверху еще смотрящих, которые тогда поляки ставили. И тех сейчас же и поставили. И ключи мы от церквей отдали опять. Спасибо большое. Это было особое мнение журналиста Максима Шевченко.